Кудесники Печоры Девочка в ее возрасте пишет стихи, любит музыку, подружку, яркие заколочки, сидит в интернете ВКонтакте. Удивительная болтушка и хохотушка. Обычный ребенок за одним исключением. Изо всех своих маленьких сил она радуется жизни в инвалидной коляске. Я не знаю, почему так вот произошло. И, может быть, если бы обратились бы раньше, конечно, то, может быть, и ходила бы уже, может быть, и бегала, потому что обратились, конечно, в Сыктывкар очень поздно уже, нам было два с половиной, когда мы приехали туда уже с таким диагнозом. Мы сразу прооперировали, поставили шунт и сказали, если бы мы, конечно, приехали сразу же, то уже ребенок бы, конечно, бегал. И они сами сказали, на какую, конечно, упадет, может быть, на умственное пойдет улучшение, может быть, на двигательное. Мы ничего не можем сказать. Но она у нас не говорила в 2 и 6. Она могла «мама», «баба», «да». Вот такие только слова. После этого она вот начала, все-таки у нее вот этот прогресс пошел, но он пошел у нас не на двигательное, а на умственное. Потому что когда мы куда-то приезжаем или с кем-то начинают общаться, они же, читая, например, по книжке, смотрят карточку, а диагноз такой, как она? Она говорит, мама, папа узнает. Она у вас там вообще как? Я говорю, ну, вообще-то она у нас в школе учится. На 4-5, не знаю. И читаем, и пишем, и не знаю. Она говорит, ну, диагноз-то, конечно, серьезный. Несомненно, заслуги в успехах Даши и ее родителей – удивительные люди. Непрерывный массаж, постоянные занятия, поездки по врачам. Кстати, Даша не единственный ребенок в семье. У Каюда четверо детей, младшая еще совсем малышка. Кстати, именно мама была главной поддержкой девочки, когда было решено представить на конкурс кудесники Печора ее поделки. Правда, то, что Даша займет первое место, не ожидали, очень обрадовались. Для Даши это дополнительный стимул к развитию. Конечно, сложно ей, но она старается. Иногда бывает и психует, и потом и поплачет, и посидит, подумает, опять начинает. Ну, ничего, справилась. Я так думаю, что, в принципе, поделки получились неплохие с ее-то заполеванием. Поэтому это уже судите людям, которые смотрели, которые видели ее поделки. Недаром, наверное, первое место получили. Ничего просить для своего ребенка мы не будем. Детей сами вырастим и на ноги поставим, говорят родители Даши. На трудности не жалуются никому. А они, несомненно, есть, причем в огромном количестве. Хотя бы прогулки. Подъезд, в котором живет семья, не ремонтировался со времен Советского Союза. Вот так вот выводим в таком ужасном подъезде. Ведь обращаемся постоянно. У нас ведь сколько жалоб, сколько мы пишем, сколько мы звоним в инстанции. Пожалуйста, помогите, отремонтируйте. Ну, ужасно, конечно. Ужасно, потому что к нам заходят и врачи к нам постоянно ходят. И вот так же вот вы сейчас пришли, посмотрели, как это. А зимой это будет, это будет снег, это будут скользкие ступеньки. Мы зимой практически не выходим, потому что она сама у нас весит немало. И боимся, что она вот упадем. И просто-напросто, ладно, еще мы там пострадаем, а не дай бог, она ударится. Когда нам поставили такой диагноз, когда мы узнали, что у нас такой вот ребенок, то я думала, что мы, в принципе, одни. Я думала, что здесь нету таких детей. А когда это все увидела, когда стали ездить по больницам, мы с них почти, можно сказать, не вылазили, то я посмотрела, что мы не одни, оказывается, нас так много. И нас просто никто не замечает. А ходить, добиваться чего-то, это очень тяжело. Девочке очень не хватает общения со сверстниками. Будет рада всем, кто захочет с ней дружить. А сейчас уже начала готовиться к новой выставке. Таланта, ума и способностей у нее хватит.